Если вы имеете желание получить от человека именно его решение, то дайте ему возможность выбрать, а не навязывать свою точку зрения. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Ну что, дорогие мои подписчики, сегодня мы с вами будем разбирать уже 17-ю главу, которая называется «Как сделать стратегию по умолчанию более эффективной». Ну, вот о чем здесь я бы хотел поговорить. Изначально я хотел бы затронуть, что Роберт Чалдини и его соавторы с очень сложными для меня фамилиями приводят какие-то примеры все на аптеках, на каких-то лекарствах. Мне аж их вот нет-нет, задуматься вот хочется, что «Ребята, что у вас прям вот так все плохо, что вот вы все вокруг больниц да вокруг аптек крутитесь?» Приведите какие-то другие примеры. Но именно по этой причине, что у них постоянно все вокруг больниц и лекарств, я буду приводить свои собственные примеры. Стараться приводить. И вот в этой главе описывается фраза «По умолчанию». Мы все знаем, что когда с нами здороваются, мы по умолчанию должны поздороваться. Зазвонил телефон, мы по умолчанию должны взять и поднять трубку. И очень огромное количество разных вещей, где мы по умолчанию понимаем, что и как нужно делать. И вот здесь, вы знаете, происходит такая интересная штука. Все мы убеждены, я утрирую все мы, многие из нас убеждены в том, что начальника нужно слушаться по умолчанию. Вот что он сказал, так и должно быть. Но я, допустим, лично из своей собственной практики скажу следующим образом, что я считаю, что это неправильная стратегия. Почему? Да по одной простой причине, потому что начальник это такой же самый человек, который имеет свойство ошибаться. И поэтому, прежде чем принять его точку зрения, нужно, конечно, сесть и подумать. И авторы вот здесь вот говорят очень-очень интересную мысль. Я ее опять же перефразирую по-своему. Если вы не хотите иметь среди своего, допустим, коллектива людей, которые по умолчанию делают то, что вы им говорите, и не думают своей собственной головой, то далеко вы с такой командой якобы не уедете. Поэтому автор говорит, для того, чтобы дать возможность человеку правильно выбрать что-то, не задавая ему вопроса, согласен он с этим или не согласен. Потому что он будет смотреть на общество, он будет смотреть на то, кто ему этот вопрос задает. А задавать ему вопрос нужно следующим образом. Скажи, какой вот из этих вариантов ты выберешь. И получается, что вот отсюда мы можем сделать для себя собственный вывод. Когда нам, допустим, задают вопрос, ты согласен, что мы будем вот таким вот образом работать, или не согласен. Фраза, поставленная именно через такую формулировку, говорит нам о том, что человек нас подводит к какому-то решению. Значит, нам сразу нужно сказать стоп. То есть быть внимательным к тем формулировкам фраз, которые люди отправляют в наш адрес. И вот сейчас мне в голову мысль интересная пришла. 20 лет своей жизни я посвятил риэлторскому бизнесу. За эти 20 лет я сделал просто-напросто огромное-огромное количество разных телефонных звонков. И вы знаете, в 99,9% я всегда слышал от людей сопротивление на самом начальном этапе. Возражение, сопротивление. И мне порой вот задаюсь себе таким вопросом. Вот человек продает квартиру. Я ему риэлтор звоню и говорю, слушай, давай я приведу тебе покупателя. А человек говорит, нет, я с риэлторами не работаю, берите комиссию сверху, начинает мне накидывать каких-то возражений. И у меня возникает вот такой вот логический вопрос. Скажи, пожалуйста, уважаемый продавец, вот если тебе реально нужно продать свой объект недвижимости, зачем ты возражаешь? Почему? Вот можно же справиться без каких-то либо возражений. Вот мне надо купить буханку хлеба и бутылку молока. Мне надо. Так же, как человеку надо продать квартиру. Но ведь я же не прихожу в магазин и не начинаю вот. Так, а почему вот здесь корочка более поджарена? А почему такая цена? Ведь это же дорого. А почему такая упаковка? Мне продавец скажет, Андрей, ты идиот что ли? Иди отсюда вот. Иди купи там, где корочка не такая, где упаковка не такая. Но почему я приобретаю продукт, товар, который мне нужен, я не спорю. И вы точно так же, ведь большая часть. Но почему именно, когда мы продаем какой-то крупный товар и нам нужен посредник, специалист, мы всегда начинаем по умолчанию возражать? И здесь я вывод могу сделать только следующий. А как по-другому? Мы по умолчанию привыкли так поступать. И если мы начинаем делать, кстати, что-то иное, на нас сразу начинают смотреть, как не на здравых людей. И в продаже риэлторской услуги есть такое понятие, как предотвращение возражений. Что значит предотвращение возражений? Вот смотрите, мы привыкли опять же по умолчанию приходить и рассказывать всем нашим клиентам, какие мы красавцы и что мы будем делать. Естественно, человек сразу начинает опасаться, начинает своего рода вставать на дыбы и кидать возражения. А теперь давайте посмотрим альтернативный вариант, как можно это сделать. Мы просто спрашиваем у человека, какого конечного результата он хочет достичь, и даем ему два альтернативных варианта. Мы говорим, есть вот такая возможность к этому прийти, есть вот такая возможность к этому прийти. Какой из этих вариантов вы для себя выбираете? Все. Человек просто-напросто выбирает либо один путь, либо второй путь. А мы понимаем, что, допустим, по этому пути это не к нам, а мы можем заниматься только вот этим путем. И после этого мы уже принимаем решение, как нам быть. А вот что за правый путь и что за левый путь, кому интересно, я обращаюсь к агентам по недвижимости. Приходите ко мне на консультацию, я максимально подробно объясню вам, как сделать так, чтобы обходить возражения, точнее предотвращать их, и чтобы люди соглашались подписывать эксклюзивные договоры на продажу объектов недвижимости с ценой, которая будет не выше рынка. Чтобы прийти ко мне на консультацию, просто переходите по ссылке в закрепленном комментарии. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом.